Вынес предложение, а что с ним делать? Именно такие комментарии стали появляться в сети после очередного заявления Антона Алиханова. Губернатор предложил сделать раз в неделю открытые дороги для велосипедистов. Он опубликовал это после фестиваля «День колеса» в своем инстаграме. Вроде бы инициатива хорошая, но комментаторы моментально разделились на два лагеря. За и против. Почему разбирался Денис Кёникшверт. Горожане, пригретые летним солнцем, пересаживаются из душных маршруток на велосипеды, а вот для водителей бывшие пешеходы становятся объектом повышенного внимания и помехой на дорогах. Именно сейчас Антон Алиханов предложил сделать каждое воскресенье с апреля по конец октября в Калининграде велоднем. Центральные дороги и улицы в районе острова предлагается отдать велосипедистам и общественному транспорту. Юрий, водитель такси, говорит, велосипедисты на дороге непредсказуемы, при этом многие сами не догадываются, что создают аварийные ситуации. Зебру переезжают, не спешивая, сделают резкие маневры на дорогах. Велопробег по городу тоже не поддерживает. Будет стоять транспорт, не будут пропускать транспорт, инспектора ГИБДД будут везде, будет запрещено двигаться всем, рельсовые автобусы, маршрутки, все будут стоять. Водители, в общем, велосипедистов понимают, но предлагают массовые мероприятия все же выводить за город. Поддерживают направление, но в Демеселогорске, Селеноградске там здорово пускай делает. Вот на побережье классно было бы, да, а здесь, не знаю, там, 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 поэтому удачи. Если были бы дорожки, было бы удобно и велосипедисту, и, конечно, водителю машины. Автолюбители не восторгят этой идеей, потому что город и так перегружен транспортом, и центр в том числе, в первую очередь. Поэтому любое перекрытие – это, ну, как бы неудобство, а неудобство – это всегда вызывает негатив. Зачастую и сами велосипедисты серьезным транспортом велосипед не считают, поэтому и правилами дорожного движения пренебрегают. Тем не менее, они есть. Перед началом движения, перестроением поворотом, а также остановкой, велосипедист обязан подавать сигналы световым указателями поворота. А если они отсутствуют – рукой. Если отсутствует возможность ехать по правому краю дороги, разрешено движение по тротуару или пешеходной дорожке, не создавая помех для движения пешехода. Велосипедисты видят проблему изнутри. Это им приходится чувствовать и качество дорог, буквально всем телом, да и неудобные бордюры безопасности движения не способствуют. Я езжу в основном по велодорожкам, поэтому у меня еще более-менее. Но пересечение дорог, бордюры, припаркованные автомобили, конечно, мешают. Ну и кроме того, этих велосипедных дорожек мало, чтобы он стал средством транспорта, а не для развлечения и удовольствий. А вот профессиональные велосипедисты говорят, что чем больше людей сядет на велосипед, тем более культурным станет движение на наших дорогах. Но и велосипедную среду нужно развивать как можно скорее. Безусловно, надо работать над велокультурой, потому что неправильно припаркованные велосипеды, брошенные где-то велосипеды. Такие мероприятия, велопоходы различные, они способны тому, чтобы люди общались на эту тему, и культура будет воспитываться по мере популяризации этого движения. И все же было бы несправедливо утверждать, что власти не заботятся о любителях велопрогулок. Каждый год вводятся новые веломаршруты, проходящие через знаковые достопримечательности города. Издана специальная карта, которая так и называется – веломаршруты Калининградской области. Найти ее можно в том числе на туристическом портале Калининградской области. Да и велопробег, предложен в желании властей, станет действительно массовым и любимым мероприятием среди жителей и гостей Калининграда. Велопробег в центре Калининграда – вещь, безусловно, полезная и нужная. Вот только хотелось бы, чтобы это благое начинание не стало бы похоже на этот брошенный в центре Калининграда велосипед. Денис Кунигшверт, Дмитрий Подгорняк, Служба новостей, город. Денис Кунинград.